А чего ты ждёшь в этом видео, а? Ох, моя любимая часть вот-вот начнётся. Ну, как, как бы, любимая, если вы спросите меня. Постой, а что у неё с волосами? Любимая, в смысле, ну, ну, ка... За Лару Крофт в детстве, это же офигенно. Это же просто... Поиграли за... О, у неё зайчик. Там все героини чудные звери. Кто знает, свирепление... Ой, просто я зуб забыл включить. Серьёзно, забыл включить. Так, окей. Чудные звери. Ну да, в Англии же зайцы находятся просто в каждом дворе. Ча, я надеюсь, покажут её отца. Мне понравился, кстати, фильм Tomb Raider. Я его смотрел. Он понравился мне тем, что подача оригинальная. То есть там отец, там вот эта вся фигня. У неё реально волосы отличаются по цвету. То есть, посмотрите, вот у меня они одного цвета, да? Нифига, нет, у неё хвост светлее. Кажется, на верху, в незде, что-то виднеется. Питательные предметы, так... О, постой, то есть я могу сбить сундук. Так, чё-то сундук не сбился. Так, попробуй ниже. Не пойму, а что же я не так делаю? Может, надо как-то... Я не знаю, а что ты хочешь от меня? Ну вот так, что ли? Испытание мастерства. Героине придётся попасть в яблочко, чтобы опустить корзину. Я как бы, ну я же попал в яблочко. А может, мне надо покрутить руль? Плыви, корабль! Блин, я бы хотел, чтобы у моих детей была такая игровая площадка. Да что уж там, я сам бы на такой поиграл, а? Ребята, а вы поиграли на такой площадке? Мне 22 года, и я готов играть в выигранной игровой площадке. Постой, мне нужно как-то эту штуку опустить, чтобы получить сокровище. Пока эта штука опускаться не намерена. Может, я смогу туда прыгнуть? Да, маленькая Лара умеет прыгать. Я не знаю, может, я сломал игру, но ниже эта штука не опускается. Лара разбирается на утёс, над озером кипящей лавы. Там не лава, там песок, деточка. Вот это мне нравится, вот это Евген любит. Там зайка. Я тебя догоню, краль. Иди сюда, краль. О, книжечка, письмо выставлено папе. Сэр, я понимаю, что в последние годы вам было нелегко. Нам всем страшно не хватает Амелии. Однако, меня беспокоит то, что Лара начала забывать то немногое, что знала о своей матери. Это ужасно. Я понимаю, что Леза не в своё дело. Но вы не думали о том, чтобы поговорить с ней об Амелии. Мне кажется, это поможет вам пережить вашу тяжёлую потерю. И сблизит вас с дочерью. А ещё я обнаружил, что всё это время вебка была шире, чем должна быть. И это было не очень приятно. Но окей. Ох ты, вот грузик. Мы сможем в сундучариус теперь опустить. Иди-ка сюда. Король беспощаден к нарушителям границ. Блин, о. Не получается. Нифига себе, Лара Кульбита крутит. Она в детстве их уже, походу, крутила. Так, нам надо наверх. Ура, я бегу. Всё-таки как хорошо Крофты живут, а? У них тут просто огромная резиденция. Просто офигеть. Лара просто дико сильная. Вы это видели? Чёрт, не смотреть под юбку, не смотреть под юбку. Ребят, ей 8 лет. Если никто не скажет. Евген, чё ты под юбку и не заглядываешь? Извращенца, чёрт. Ну-ка. Или это только меткие мысли? Семейная фотография. Фургада? Фургада, дождь гиньпит. Я мало что помню. Если не читательного ароматоспеции на базаре. Мама такая счастливая. И папа тоже. У нас просто сзади ничего нет. Это не честно. Почему она умерла? Твою мать. Хрен его знает, почему. Уи-и-и. Ну, лошадь, Лара проваливается во тьму. Будущее Лары было предопределено, ребята. Вот в какие игры она играла. Она была готова ко всему. Постой, тут тоже грузик есть. Но нам он пока как бы без нужды. Так что продолжим изучать сад. Блин, реально крутой замок. Я всегда в детстве мечтал о таком жить. Мне казалось, это круто жить. Вот именно, ну как, не в замке, а, как вам сказать, в таком вот, в такой резиденции, скажем так. Что это реально, ну это же реально круто, представьте. Графика очень сочная. То есть листки, лепестки, растения. Все-таки шагнула графика вперед за последние годы. Растительность в того раза лучше. И детализация в том числе. Так, постой, а как ты хочешь, чтобы я, собственно, залез туда? Что-то. Почему? За настоящим сокровищем запретную гробницу. Все слишком просто. Героине нельзя шуметь, чтобы не привлечь внимание короля. А именно папки. Так, бате нельзя мешать, иначе бате. Малары-то здесь вообще при чем? Она у себя в комнате делает уроки. Хе-хе-хе, конечно. У нее мало времени. Еще в прошлой серии вебка была не того размера. Уж простите, так получилось. Надеюсь, ну это не сильно мешает. Гвардейцы не тут, что Крофт полезет на стены замка. Потому что Крофт умна, а гвардейцы тупые. Хотя, по-моему, уже все знают, что Ларка лазит по стенам. Чего уходно. Так, а как мне? Ага, перелезть. Вот оно. Блин, какая же все-таки игра офигенная. Выше, чем ей казалось. Давай, Лара, давай! Лара, давай! Лара, сюда! Ой-ой-ой-ой. Папка, надеюсь, не пропалит. Ну и надеюсь, не будет жаловаться. Она карабкается все дальше. Он высматривает другой вход. Ой! Лара, живи! Лара, живи! Там ворона, ворона огромная, жирная. Наша героиня замечает другой вход. Как же высоко мы забрали. Твою мать, слава богу, папа не видит. Папа бы пизды дал за такие. Вы крутасы. Парона летит. Парона летит. На головокружительной опасной высоте. Но забывает о страхе. Блин, тут какой-то щиток. Черт, а вдруг... А вдруг Лара поджарится? Типа же электр... Ага! Нет! Нет, Лара, живи! Лара, живи! Я уже тогда был неуклюжий. Это было опасно. У меня сердце замерло. Блин, все-таки ткань-то как развивается. И улетает. Я не пойму, это чей-то лифчик? А, нет, это трусы. Это вот я трусы нас с ними порвал. Встречу цели. Вперед! В запретной гробнице. Ура! Мы там, мы внутри. Этот парапет поврежден. Ей придется протискиваться. Не. Давай, Лариса. Мы же близко. До нее рукой подать. Но на пути невидимое силовое поле. Нужно отыскать другой вход. Это вообще-то называется зеркало. Стекло. Безстрашная героиня. Собралась на вершину. Дадите путь в запретную гробницу. У-у-у. У-у-у. А дальше куда? А, лестница. В оранжерею. Вот, наконец. Она замечает проход внизу. Главное, осторожность. И не скатиться раньше времени. Что ж у меня за дурия башка? Черт! А-а-а! Нет, 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 нет! Кровь смеется над своей дерзостью. Цель близко. У-у-у. Хороший. Если бы балкона не было, Лары бы тоже не было. Наконец, она входит в запретную гробницу. Ого. Это же летающая машина Леонардо да Винчи. Если я не ошибаюсь. О, загадка! Шахматы, как в Гарри Поттере. Похоже. Унесла королеву великая мышь на 30-северной, 90-восточной. Излила свое сердце, она взаперти. Светом любовь отопрежь ее точно. Наверное, белой королеве сеноком. Идите белую королеву, нам нужно? Имеет какое-то отношение к глобусу. Идите белую королеву. Давайте осмотримся хотя бы. Хейтийский свитер. Правосудие. Есть неизменная и постоянная воля. Предоставлять каждому его право. Император Юстиниан. А это из Египта. Сундук соком гора. Внутрь клали вещи, которые должны были помочь владельцу устроиться в загробной жизни. Это старая игра. Два щита и белая корона. Может это белая королева? И солнце светит на нее вот так. Ну, по сути, это есть подсказка к тому, как надо разгадывать. Часа святого Иоанна. Апостолу предложили испить отравленного вина. Но когда он взял кубок и помолился, яд стал змеей. А апостол, выпив вина, остался жив. Голова царя Давида. Из пастуха в короли. Бывает же. И глаза у пастуха были большие. Видимо, чтобы лучше видеть. Цитата из Чосера. Что лучше мудрости? Женщина. А что лучше хорошей женщины? Ничего. Чосер знал, что говорит. Барды середины 14 века. Думаю, германские. Боюсь представить, сколько весили барды. Бедные лошади. Ну да, они, наверное, были жирными. Как я. Король и белая королева. В щитах что-то есть. Видимо, свет от щитов нужно отразить куда-то туда. Наверное, почти ничего не видит в этом шанфроне. И бедный кинок. Имеет какое-то отношение к глобусу. Бедная королева. Когда Мария Терезия умерла в муках, король сказал. Она впервые меня побеспокоила. Король солнца, Людовик 14, взял в жены Марию Терезию. Окончил давнюю войну между Францией и Испанией. Ясно. Так, кто он там? Я не помню, что батя в письме-то написал? Этот таинственный рисунок был найден в проклятом пустом мавзолее. 30 N, 90 E. То есть 30 север и 90 восток. Мне нужен N, мне нужен север. Так, 30 N и 90 E. Для начала нужно глобус накрутить. Накрутка глобуса произведена. Так. Так, нет, постой. E, 90 E. 90 E. 90 E. E, 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 E. 90 E. E, E, E. 90 E. Я это сделал. Молодец. Любовь отопрешь ее точно. О, любовь, да. Я люблю, я люблю. Я работала. Ура, это победа. А фигурки двигать не надо? Или фигурки пасхалку откроют? Не, ну то есть. Как бы игра сейчас не просит меня как-то наводить свет. А я бы, может, хотел. То есть в итоге вот этих засранцев надо как-то передвинуть, чтобы щиты выставить. У нас есть... А королевы, кстати, тут нету при этом. Самое странное. Здесь нет королевы. Есть только щиты. Если по этой схеме выставить фигуры. И нужно выставить их к солнцу. Возможно... А, возможно, солнце надо будет сейчас направить. И только тогда выставлять рицарей. Что ж, полезли наверх. Там уже разберемся. Да, без нее дело не пойдет. Потому что белая королева должна быть по центру. Проникла в запретный мезоним. Ей надо быть насторожен. Вот фигурка. Ясно, динозаврек. Маленький тираннозавр. Наверное, он тоже потерял свою маму. Пауза зря выдержана. Ну, грустно. Письмо подрядчику. Я просто хочу поблагодарить вас за осмотрительность. А также за проделанную работу. Хранилище построено в точном соответствии с моими указаниями. Последний платеж будет отправлен в конце недели. Задержка была связана с бухгалтерской ошибкой. Которые уже исправлены. С уважением, Ричард Крофт. Мне тоже так же про рекламу говорили. Которую я выполнил. И так и не заплатили. Пиздит как дышит. Не оплатит он ей ничего этим подрядчикам. Куда не встань. Маски все равно смотрят. Прямо на тебя. Маска, маска, маска. Валера Альбертович. Черепа животных. Знак смерти. И символ больших перемен. Это из Колумбии. Маска вождя Зену. Может быть, эти глаза видели Эльдорадо. Может быть. Узнаешься Эльмайя. Это Кукулькан? Интересно. Что это за собаки? Кукулькан, ребята. Я думаю, этих собак мы еще встретим. Я еще не видела. Это? Это что? Это японская? Мне кажется, это японская. Асуары. В этом сосуде находятся человеческие кости. Не могу разобрать надпись. Я что-то... Не знаю. Лицо какое-то как будто все в масле. Я не понимаю почему. Такие доспехи носили конкистадоры в эпоху великих географических открытий. Интересно, что они нашли? У них были арбалеты плюс арки Буза. Ну окей. Фигурка Арика. С островов Кука? С островов Кука. Так, а это что? 25-я династия. Как удивительно украшен этот саркофаг. Ребят, ничего не хочу сказать, но я 25-я династия. А это из Греции? Нет. Из Персии. Интересно, что она охраняет? Какая большая киска. Реально, что у нее с волосами? Персидская львица. Кто-то украл ее голову. Интересно, куда она смотрела? Я думаю, куда-то в важное место. Посмертная маска Агамемнона. Найдена в Микенах. Ага, в Микенах, значит. Маска аборигенов Африки. Сделанная из золота. Наверное, Ашанти. Дорогая, наверное, масочка. Хотели бы себе маску из золота, ребят? Так, крути. Дьявола, раскрой свои крылья. Великая мышь расправляет крылья. Я великая мышь. Что тут можно сказать? Я великая мышь. Нифига себе, вот это скиллы. Я в детстве так, кстати, не умел. Видимо, я был не хибким. Так, один щит тут как бы уже е. А нам нужно, собственно, дальше вот всю эту катавасию продвинуть. Двигайся, засранец. А, постой, тут нужно прямо до конца, наверное. Так, не-не-не. Ну, все, все, здесь оставь. А что если я наполовину удвину? Вот, окей. Я вот так сделаю, например. Хочу вот так. Я отпущу. Блин, так тоже можно. Окей, прикольно. То есть можно не напрягаться. Как бы игра так говорит, что не напрягайся, чувак. Так зайдет. Что ты? Я думаю, спереди должна будет королева выехать. Но я оставлю эту фигурку здесь. А один из щитов мы уже, кстати, можем просто шелохнуть вперед. И все, дело пойдет. Давай, Лара! Я бы тебе помог. Но, к сожалению, я не могу. Щит рыцаря отразил солнечный луч. Он отразил силу солнечного кристалла. Из трансформеров, по-моему. То есть, да, я цитирую трансформеров. Я не болен. Хочу очень завтра в кино пойти. Просто я как-то редко фильмы смею. Вот сейчас, как пытаюсь восстановить вот это. Раньше ходил прям на все новинки почти. Даже на дерьмовые. Сейчас как-то мало ухожу. Вообще мало чего стал смотреть. Опять, понимаете, ввлекся. Вот она, белая королева. Плененная. Так, как же освободить? Надо спасти белую королеву. А как? Так, может, надо вот эту штуку отодвинуть? Черт. Вот дэмит. А как? А, вот оно как. Ну, как минимум, как минимум, освободил место. Слуга, просто стой здесь. Пригибайся перед королевой. А как же ее спасти? Надо спасти белую королеву. Я понимаю, что надо. Ну, давайте наверх заберемся. Может, как-то можно поднять вот эту лестницу. Кто-то будет. Так, здесь какой-то меканизм. То есть, лестница вот есть там. Может быть, можно как-то эту лестницу все-таки подтянуть? Надо спасти белую королеву. А я знаю как? Я не знаю как. А, надо было свет со счета убрать. Вот в чем дело. Я покрутил просто ручку. Я тут думал, что не так. Все, теперь ее можно передвинуть. Света, любовь, отопрешь ее точно. Пам-па-па-па-ра-рам. Надеюсь, я не сломал эту игру. Вот какая-то пересекитель неизвестный порог. Я думаю, папка хотел, чтобы она нашла это. С колотящимся сердцем наша героиня переступает порог неизведанного. Это мамины вещи. Или не хотел? Темный путь сторожат. Летучие мыши молвил рыцарь. Белая королева одарила его загадочной улыбкой, сказав... Мыши? Я не боюсь мышей. Я вообще ничего не боюсь. Ну, я мышь. Я сок пью. Что у нас здесь? Ты, я и Теренозавр в Египте. А где папа? На работе. Матя должен быть в здании, а не на работе. Их, печаль. А так болят, надо спать пораньше сегодня. Ну, гробницы... Приключения. И мне плевать, что обо мне думают. Пап. Не смей мне угрожать. После всего, что я сделал... Эй! Эй! Пап! Папа! Он мертв, что ли? Он мертв. Пап! Тут все понятно. Ну же! Прошу, пап! Очнись! Патя, вставай! Пап! Зачем он себя убил? Не бросай меня! Кусок дебила. Зачем? Зачем он себя убил? Можешь сны приснятся. Привет. Пока. Я спать пошел. Давайте, давайте дружно попыхтим. Итак, гараж серебрян. Поставь, что ты заткнулся? Продолжай говорить, я слушаю. О, эффект... О, смотри, что нашел. Жилет императорского якуара. Это жилет зелен. Он что дает? Маскировка от врагов. Увеличенное время. Окей. А, смотри, тут авантюристка. Есть сапоги вечерней звезды. Маскировка от врагов. Эффекты ног. Природные ресурсы. Окей. Мой новый обувь придумал. Так, еще есть сапоги императорского якуара. Окей, я буду ходить теперь вот так. Давай, говори! Я слушаю тебя, Иона! Я слушаю! Почему ты молчишь? Я серьезно не знал, что он заткнется. Увеличена скорость лазения. Это окей. Это да. То есть, видно, какие-то вещи открываются только через испытания гробницей. И это печально. Извивание удава. Шрабящего на убийство. Ларта мечтает забрать ресурсы своих врагов. Окей. У нас этого не было. Мне казалось, мы уже это как бы приобрели. Видимо, нет. Жалко, что Иона замолчал. То есть, я думал, можно как-то прокачаться, пока Иона там будет рассказывать. То есть, это было бы логично, чтобы времени тратить. Окей. Пошли искать дальше сокровища. Кстати, я посмотрел голосование в сообществе. Собственно, на ютубе. Все, 90% человек проголосовали за видео. Я удивлен. Я почему-то думал, что все будут стрим хотеть. Потому что обычно меня просят постримить. Но... Я сам за то, чтобы поиграть в новинку на запись. Я сам за это. Потому что, не знаю, мне прикольно. Я прям погрузился в игровой процесс, как никогда. Единственное, что живот болит, ребята. Я и Лиза говорили, что это гамбургеры. Я говорю, что я не знаю, что это. И на самом деле не очень хочу знать. Так, а в чем был сейчас прикол залезть на дерево? То есть, ведь должен быть смысл. Я же не просто так на него залез. Походу, просто так. Хорошо, я зарезусь на это дерево. А, тут цветы есть. А на том не было. И смысл в чем был? Не в чем. Блин, живот как болит, чуваки. Принял таблетку от живота и жесть. Ничего не могу взять. Эй, печально. Сейчас бы, знаете, бесолола принять. Просто у нас почему-то дома какой-то, не знаю, не хватает лекарств. Ну, как мне кажется, я принял что-то от живота. Но пока что я испытываю боль. А бесолола как-то сразу действовала. Я принимала и прям все походила. Да я понимаю. Может быть мы скрафтим что-то тогда или нельзя? О, можно вот это скрафтить. Смотри, сразу место появилось. Надо бы сумки расширить. Хотя не то, чтобы это прям дико важно, но с другой стороны. А что наверху там находится? Просто, мне кажется, специальная игра сделана так, что, типа, если ты не хочешь исследовать мир, то не исследуй. А если хочешь, вот, собственно, ходи и, собственно, наслаждайся. О, постой, а гнездо можно сбить. Ну-ка, а эти, а, что-то издеваются. Твою мать, вы издеваетесь. Просто форменное издевательство. Как же его сбить, чтобы оно упало? Может мне сдаться, а? Что-то сложно с гнездом. Вот лечебные травмы пока пособирать можем. А что еще можно? Может тут есть вход в какую-то гробницу? Рябки. Нереально. Больше я не унесу. Блин, мне нравится, как ты сказал. Нереально. Больше я просто не унесу. Ладно, пойдем отсюда. Так, а где мы находимся в масштабах вселенной? Посмотрим. Лара Хрофт. Так, мы сейчас здесь. Телепорты уже работают. Просто я знаю, что есть телепорты. Были пока. Легенда. Телепорт, видимо, пока не работает. Перуанские джунгли. Я чувствую, мы вот до сюда дойдем. Пока что мы находимся здесь. Перуанские джунгли. И, скорее всего, будет как в предыдущих частях. Просто образовываться новые локации. Мы тут будем ходить. Скорее всего, получится так, что мы придем сюда. Потом вот в этот город. Потом сюда придем. Короче, я уже чувствую, ребята. Я уже предчувствую, что будет дальше. Ну, что и он. Пойдем. Что ветер-то в поле искать? Я не люблю искать ветер в поле. Женщина в шкуре ягуара. Знаете, вот вы скажете, я слишком сильно одел лару. Я скажу, что любая женщина, я думаю, мечтает о шкуре ягуара. Хотя нет, она воняет, наверное, жестко. Учитывая, что она свеженькая. Так что нет, нет. Все это пережиток прошлого. Хотя я видел фотки Варламова с Куршавели. И почему-то российские женщины любят ягуарчика носить на себе. Удивительно, правда? Так, посмотрим. Просто у Варламова часто очень интересные статьи. Ребята, если не в курсе, обязательно ознакомьтесь. Я часто читаю, причем так читаю, что я даже видео делать не могу. Просто сижу прям в трансе. Видеокамера. Это камера серии Х-700. Какая была у Сэма, и я так ему завидовала. Такая штука непременно должна быть собой в экспедиции, отправившейся на поиски памятника древней цивилизации. Это доказательство, что люди побывали здесь и в 1980-е. Некоторые легенды до сих пор будоражат воображение, хотя современные люди и поглядывают на них свысока. Линза треснула. В нее как будто попал какой-то снаряд. Почему треснула? Может, ее уронили? Еще сразу снаряд. Лар, ты слишком быстро переходишь к выводу. Черт возьми. Так, нам, конечно, не сюда, но исследовать локацию еще никто не запрещал. И не запретили никто исследовать локацию. Изготовление бесшумных стрел. Так, окей, можем изготовить бесшумные стрелы. В чем прикол? Просто нажать R2, и будет бесшумная стрела. Ну и я, я раньше так стрелы изготавливал. Что поменялось? Постой, можно сбить гнездо. За это, по-моему, дают что-то. Нет, не в этот раз. Капибара! Черт, давайте последнюю пустим. Ну ладно, нельзя же всех поймать, правильно? Правильно. Вот, не так, не, не, не стрела. У нас и так полно ресурсов, так что... Мне кажется, или мы вернулись назад. Мне сейчас кажется, или мы сделали... Блин, мы сделали полный круг, ребята. А давайте наведаемся в одну из гробниц испытаний. В которую мы ранее не могли попасть. По причине того, что... О, быстрый переход. То есть, теперь, наконец-то, мы можем телепортироваться. Класс. А может, раньше могли, а просто, видимо... Может, я был невнимателен. Кто его там знает. Давайте попробуем лук вкачать. Все-таки я давно, как бы, вожусь с луком. И мне кажется, можно было бы как-то его... Как бы, осовременить. Укрепленная рукоять. Это вот уже нельзя вкачать. Давайте вот здесь вкачаем. И здесь вкачаем лук. Вдруг в этот момент игра мне скажет... Сорян, пацан. Качаться дальше нельзя. Сравним теперь эти два лука. Ну-ка. Не, зря качал, ребят. Все равно лук дерьмовый. Мой лучше. Мой, это, как я понимаю, донатный лук. Ну, как донатный. То есть, это лук, который дается за предзаказ. Ну, или, как я понимаю, дается, видимо, чувакам под названием пресса. Понимаете? Лук с сокровищами. Так, постолького хрена я его не... Понимаете? Или не освеживал. То есть, он лук с сокровищами Евген пропустил. Как же можно? Идем срочно его искать. Там всего-то надо было по уступу спуститься. Вот Евген спустился. О, грибы. Все, теперь будем мультики смотреть. Я тут еще видел черных... Блин. На других конкурсах садов содержат редкие ресурсы и древние артефакты. Но нужна... Нужна отмычка. Ну, хоть золото возьму. Зря, конечно, лазил на... Окей, последнее письмо Фоссета. Его жене Нине. Моя милая Нина. Вот что так. Я снова столкнулся с трудностями при попытке написать тебе. Однако все эти бесчисленные мухи, пчелы и жуки, о которых я уже упоминал, все эти крошечные жалящие твари показались бы мне детской забавой сейчас, когда я столкнулся с дикими зверями. Я храбро сражался, но бой закончился не в мою пользу. Подробности я опущу, только для того, чтобы пощадить твои чувства. Мне удалось остановить кровотечение и приложить к ранам тысячелистник, но я чувствую, что они воспалились. Если ты читаешь это письмо, знай, что я погиб здесь. Я приказал Джеку повернуть обратно. Юный Риммель погиб несколько недель назад. Нина, это место не для таких, как мы. Я отнял у тебя мужа, но не хочу лишить тебя еще и сына. Я очень устал. Джек спит у костра. Я уверен, когда он проснется, я сам уже буду спать. Я люблю тебя, Нина. Спокойной ночи, Перси. Длин, это так грустно. Это так печально, ребята. Ладно, давайте на выход и в гробницу. Отвлечемся от всего этого. Так, эта гробница помечена каким-то единорогом, и она желтая. Может быть, это что-то значит. Я не помню, какие скиллы желтые, но это или охота, или какие-то атакующие. Так что, черт возьми, ребят, нас явно ждет дичь. Ну, полезли. У меня уже в каждой серии какая-то гробница. Даже за маленькую Лару мы гробницы все. Но вообще, если подумать, то кто такая Лара? Она же Тумрейдер, то есть она расхитительница гробницы, как бы, понимаете. Расхитительница гробницы без гробницы, это как-то странно. Согласны? Я согласен. Сам с собой. Черт возьми. А, нет! Ну, кто этого ожидал, да? Под водой графика, кстати, вообще секс. Вот сейчас нырну, и я как будто попал в иное измерение. Настолько здесь классно. Как в Assassin's Creed, кстати. В Assassin's Creed я, возможно, тоже буду играть на PS4. Вот я так думаю. Ну, посмотрим. Я не знаю. Хотелось бы на ПК, но... Погляди его. Вообще, уж давно хочу PS4 Pro, но... Ну, не получается пока, к сожалению. Ну-ка. Что пошло не так? Э-э, очередная Стелла. Ну-ка, почитаем. Мама. Это изображение Ахпуча, бога смерти и правителя Метнале, девятого и самого ужасного круга ада в мифологии Майя. Ахпуч любил надевать на себя гниющую кожу мертвецов и выходить на поверхность, чтобы охотиться на живых. Легенда гласит, что спастись от него можно было только одним способом – кричать и вопить, словно от непереносимой боли. Тогда Бог думал, что вас уже мучает один из его подручных и оставлял вас в покое. Неудивительно, что его предвестником-демоном была сова по имени Муа. Мулан? Это Ахпуча, класс. Можно как-то поднять статую. Э-э, я пока не знаю. Может, подстрелить один из грузиков? Нет, не работает. Так, кстати, вот мне больше нравились моменты, которые были вот в предыдущей игре по Сибири. Возможно, это один из победителей шабальбы. Не знаю, я вот Майя не очень люблю. Как-то в детстве мне больше нравилось, сейчас, не знаю, приелось. Мне больше нравилось про Японию, когда был японский вот остров. Это вот прям мне заходило на сто процентов. Можно как-то поднять статую. Да сейчас я подниму твою шабальбу, не нервничай. Так, как-то поднять статую. Вопрос в том, может, не прыгнуть? Может, просто на нее надо скачать? Вот, кстати. А статуя, она не отлипнет, если я слезу? Может, ее надо как-то закрепить? А может, на время? Опа! Ох ты, нет, все нормально. Пещера в джунглях, новый базовый лагерь. Тряпочки только возьму, если надо будет высморкаться. И оттуда, собственно, можно, кстати, перенестись куда-то обратно. К тому же Иония, например. Нет, здесь система вообще все по-старому. Даже вот эти лагеря. Я помню, что раньше еще Лара в первой игре, когда она была на Юкатайе, она записывала свои ощущения. Это было тоже очень классно. Но вообще игра очень целостная. То есть, если так посмотреть, можно вообще все три части проходить сразу же. И ощущения будут наиприятнейшие. Ну, может, надоест, конечно. Но если чисто по сюжетке все три части проходить, мне кажется, даже приятно как-то будет. Хотя, с другой стороны, кажется, они вроде бы сделаны так, чтобы ты не чувствовал какого-нибудь недомогания от того, что ты проходишь их не подряд. Это же все трилогия. Это как бы одна серия с 2014 года идет. Я причем этого не знал. Я почему-то думал, что это просто... Как бы одна игра выстрелила, и они решили, а давай вторую сделаем. Но потом что-то объявили, что, а, это трилогия всегда была. Мы всегда задумывали ее как трилогию. Ну, что люди не скажут, чтобы оправдать новую игру про Tomb Raider? А потом скажут, нет, ну, знаете, мы квартет, в принципе-то, тоже имели в виду. Скажет ведь. Так, новое очко. Ну, что значит, ребят, заниматься исследованием древних руин? Это площадка для полкоток? Сюда выводили обвиняемых в преступлениях, чтобы они сражались перед взором богов, единственных непогрешимых судей. Доказавшие свою невиновность могли уйти, а виновных убивали и бросали в шибальбу. Брось меня в шибальбу. Нужно как-то поднять лестницу. Так, чувствую, опять прыгать придется. Как же я подниму эту сучью лестницу? Нет, ну, во-первых, я вижу проход там. Нужно как-то поднять лестницу. Действительно. Попробуем вот здесь повозиться. Давай, Лара, размахнись! Ура! Я не знаю, ребят, как вам то, что я все прохожу? Вообще... Нужно как-то поднять лестницу. Раньше я говорил, что вы на канале Евгений Рус. Я говорил не привет, орлы, а вы на канале Евгений Рус, где все проходится на 100% и так далее. Может, кто-то помнит? И я хочу к этому вернуться. Просто до этого игр не было новых летом, поэтому я вот в новинке как-то не особо. И мне кажется, многие люди даже отписались, потому что просто не ждали от меня новинок. А очень зря. Думаю, я тоже думаю, что это выход, Лара. Пошли. Ура! Это победа! В первые две Лары, если что, я играл. То есть я более чем в теме. Причем в первую дважды. Или трижды, больше даже. Я ее даже на своем Макбуте запускал. Можно как-то поднять лестницу. Да он у меня был. Да я понял, поднять лестницу. Я тут, не знаю, лазю по каким-то руинам, утворю какую-то фигню. Ой! О, постой. Получи. Я не знал, что так можно. То есть так можно? Что тут каждое движение, это ужас и страх. Ну-ка. Так-так. Не-не-не, не вверх, Лара, вбок. Нужно как-то поднять лестницу. Да я просто сканирую местность, а Лара все повторяет. Да ща поднимем. Я думаю, мы сейчас доберемся до какой-то из статуи и сможем забраться дальше. Так, надо ждать, пока на руку выйти нет. По-моему, тут есть и... Ух ты, блин, какие она финты показывает. Если тут не вовремя прыгнуть, все, то все запоришь и игра сломается. Да я понял, что лестницу надо поднять, заткнись уже. Так, хорошо, сейчас. Прыжок и... Ледоруб! Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй. Кнопку приходится долбить, иначе ледорубы, представьтесь, и не работают. Нужно как-то поднять лестницу. То есть вот... Как бы ты ожидаешь, что с одного раза ты нажала, но работать нифига не так. Долбить надо. Здесь с одного раза... Так, давайте помнимем. Вот, вот так спускается. Это спуск здорового человека. Вот это. Нужно как-то поднять лестницу. Так, я как понимаю, в дырку лезть не стоит. Надеюсь, это не выход? Я сейчас надеюсь, что я все-таки... Постой, что я вышел? Я просто вышел из гробницы. То есть это был выход? О, господи! О, май гад! Я только что заруинил все. Так, надо освободить противовес слева от монумента. Ну, давай. Так, первый готов. А что со вторым? А если я вот это... А подвинуть можно? Я думаю... Я почему-то думаю, что нет. Я думаю, нужно вот эту штуку поднять, и тогда что-то произойдет. Ну, в любом случае, я попробую. Так, ну ладно, давай. О! Тут какие-то... Тут какая-то система магнитов. Это... Ну, как вам сказать? Немножко странно, как по мне. То есть тут какая-то система магнитов. Которая... Ну, собственно, помогает взаимодействовать. Окей, значит, я могу сделать вот... А, нет, нет. Я думаю, удобнее будет с этой стороны. То есть мне нужно к этим статуям закрепить... Закрепить вот эти штуки. Да? Так, я походу ошибся. И статуя придется поднимать наверх. Или я не ошибся? Ладно, давайте привяжем, как есть. Там разберемся. В любом случае, статуи все равно можно будет поднять. Наверное... Нет. Да, или я облажался конкретно. Мне кажется, я конкретно облажался сейчас. Надо бы... Я подставил или вот эту штуку. Я, в общем, я не так сделал, как надо было. Вот я тут магнитный... Нужно удержать левый противовес на месте. Ой! Ну, я понаделал в ларе лишних дырок. Это печально. Так, ну черт тебя замку. Я не знаю, нормально подставил или нет. Или оно все равно будет падать. Я просто упал там где-то и умер. А, ну то есть, ну вы видели, где я умер. О, господи, что пошло не так. Кто профил? Как я опущу эту статую? К чему она привязана? К другой статуе. Ну это гениально. И как же мне быть? Что же делать? Ладно, давайте хоть что-то как бы сделаем. Привяжем. Как бы одну статую к другой статуе. Ну это хоть что-то быть. Я надеюсь, вот эта вагонетка, она не помешает. Давайте ее уберем просто, чтобы быть на безопасной стороне. А, нет, она не мешает. Веревка просто просачивается. Нет, ну а почему нет? Это так же проще. Зачем нам делать реальные веревки, если можно сделать их прозрачной? Беда, тут реализм занят. Вот так и должно было быть с самого начала. Ну я так и знал, что будет ловушка. Но знаете ли, увлекся духом приключения. Дневник Джека. Твою мать. 23 мая. Больше месяца прошло с того дня, как наша экспедиция покинула Куябу. Пока что мы продолжаем методично уничтожать наши запасы провизии. И настроение по-прежнему хорошее. Когда идем пешком, возраст отца напоминает о себе. Рейли уже несколько раз оглядывался, проверяя, не отстали ли мы. В ответ отец всегда улыбается и говорит, что скоро всех обгонит. Вот это, посмотрите, какой бодрый папа. Всем бы таких пап. Бодрых, которые типа, ну, понимаете, он старый, он типа тормозит, но он такой, не, не, я... Надо закончить с тележками. Я... Что не так? А, черт возьми. Так, вот это был тупой момент. Это был тупой момент, ребят. Я магниты не взял. Я не знаю, то ли это магниты, то ли это тут стержни. И как бы в стержни это все вставляется. Мне кажется, то или... Либо одно, либо другое. В принципе, посмотреть можно. Я пытаюсь посмотреть, но мне не видно. Попытка номер два. По идее, сейчас все должно встать как надо. Блин, я так что осознал, что мне вот в идеале вот эту тележку надо сдвинуть сюда, а вот эту перегнать под тот противовес, иначе ничего не получится. Господи, сколько возни, а? Сколько возни. Ну, так, в общем. А вот эту ставим на место этой тележки, и все повторяем. Опаньки. Мы здесь. Так, я взял, видимо, не тот поворот. Нужно снова привязать лестницу. Ну, сейчас привяжем. Постой, я же могу, по сути, привязать лестницу, пока она там внизу. К вот этой штуке. Постой, может, для этого ее все-таки надо опустить? Или не надо? Может, надо? Сейчас, в любом случае. То есть, я сейчас пытаюсь понять, делаю ли я глупость, или все правильно. Черт, я смог привязать лестницу, даже когда она была так высоко. Так, все, все отлично. Видите, ребят, Евген не сплоховал. У Евгена все отлично. Как говорится, в мире все отлично. И у Евген тут. Бонзай. Ну, ох, наконец-то. Ну, где-то минут пять возни, ладно, ладно. Минут десять. Надеюсь, лестница крепче, чем кажется. Нормально выглядит. Ну, черепа там всякая, орнамент. Орнамент просто. Вводит в заблуждение, я уверен, лестница хорошая. Так, поставь, а как бы мне на нее... Опа! Здесь я не умру. Хотя с такой высоты падай. Господи, Лар, ты падала из больших высот. Что тебя тут пугает? Не, ну, падает, конечно, больно, но... Ты падал из больших высот. Ты, блин, в доме у себя там падал с такой высоты, что черт тебя заново. Так, хорошо. Тут тоже есть вот такая штука. И как бы мне ее... А, это типа, чтобы я вернуться мог. Логичненько. Как я понимаю, это оно? Все, что ли? Я прошел? Нифига, я скорострел. Ну, в принципе, если подумать. Сердце крокодила. Надо найти его. Ух ты. Да вот это, кстати, проще всего. Как я понимаю, тут больше ничего нету. Да, тут ничего больше нет. Мы все нашли. Выход это... Два пальца. О, видите, тут как раз капает. Камушки подсказывают. Эй, псс, я выход. Бонзай! И по грязи, и по грязи. Все как... Ух, черт, чуть не упал. Все как мы любим. О, опять это плосенье по камням и нервы. О, вот он. Его дождал. У меня как послушный перст. По сердцу. Почти из понятия. Меня бы полностью устроил ответ. Не ягуар. Слишком многого хочешь. Будут ягуары и водопровод одновременно. Как тебе такое, а, Иона? Хочешь такое? Какой-то лагерь. Я вижу там что-то. Может быть, это просто базовое, а... Нет, это какая-то избушка. Если бы чувак хорошо устроился, водопад живет, коммунальные платежи. Небось не плачет, потому что коммунальщики хрен сюда пройдут. Прыгает просто как сайгак. Посмотрим, что у тебя здесь. Ну-ка. Я, пожалуй, вскрою эту дверь. Спасибо. Ибо... Только вскрываешься, блин. А где вколомается? Архивные карты какие-то. Окей. Карты архивариуса найдите. Ну, по сути, мы теперь лучше местность знаем. Это плюс, наверное. А может быть, нет. Что же. Исследуем вот это. Э! Случайно остался. Давайте, раз он у нас, понимаете, аж полно вот этой штуки. Как раз будет попроще находить предметы. Я принял. Там дорога. Пойдем туда. Чувствую, сейчас что-то будет. Опять ягуары. Видите, теперь грязь на шкуру попадает. Все не так плохо. Что происходит? Черт, тринити. Ложись. Черт. Это в танк. Танк застрял. Танк застрял. Иди за мной. Что ты делаешь? Маскируется. Ты отвечаешь за перевозку, да? Ну, я заметил на какой-то гневой мост. Ого, не стреляй. Попались. Не стреляй, они с нами. И глядевого проверить что там. Хорошо. А вы говорите, чеки-пауке плавные переходы. Тут тоже. Весь этот сектор. Да, сэр. Если тут что-то есть, мы это найдем. Фу, и она. Все, что движется, и не движется. Они еще не нашли ту реликвию. Хотел бы я первый до нее добраться. Я нет. Почему? Стал бы героем? Стал бы трупом, скорее. Нет, спасибо. Я лучше посижу тут и поищу противника. Меньше слов, больше дела, господа. Противника. Тихо. Чем занят твой отряд? Я проверю. Их дело невидами любоваться. Придется пойти вниз. Да. Мы знаем, где главный храм. Сейчас нам надо найти любые развалины, которые мы могли пропустить. Хорошо. А если поедет? Он серьезно застрял. Боюсь, его лучше не трогать. Нам придется укрепить мост. Будет трудно найти, на что опереться. Почему ты не проверил мост? Я же верю. Да, мы же ведь точно проверяли этот мост. Вали, я не буду тебя прикрывать. Может, получится вытащить его по ДНР? Ладно, может, я подумаю. Мы с ними справимся. Хорошо. Что-то слишком просто, да? Черт. Опять эти мужики в сетках. Паливай. Эй, я хочу выстрелить. Постой. Чувак просто убежал в пещеру? Почему он так понесся? Понесся, как будто он знал, что в пещере что-то есть. Видимо, его Иона туда заманила. Что же? Что же в пещере? Блин, Иона молодец. Он решил подраться с ним в пещере. Все, это жесть. Черт, везение. Еще и автомат трофейный. Вот это жизнь. Даже не думай. Ой, ой, ой. Хе-хе-хе. Все. Пиздары. У кого-то спрашиваю. Тут парень полежит. Повезло. Довое снаряжение. Не знаю. Не совсем та цивилизация, на которую я надеялся. Ну, это, конечно, да. Это не совсем-то. Значит, заживает. Тогда, может, лучше бы не заживала. Я понимаю. Я стараюсь не думать о спине. Кстати, моя бабушка пережила цунами в 60-е. Что случилось? Друзья погибли. Ее семья потеряла бизнес. И с тех пор она могла заранее чувствовать извержение паукана, бури и не только. Приобрела суперспособности посредством получения травм. Такое часто бывает. Горючая преграда. Предметы, обмотанные тканью, можно поджечь. Окей. Что мне делать с пользователя? Я выбрал лука. Так, можно создать огненную стрелу. Окей. Давайте побольше огненных стрел. А еще больше нельзя? Что? Окей, нажмите R1. А, вот оно что. Постой, у нас теперь два вида стрелы. Все, больше нету. И все так вот печально. Давай, пошли. Как думаешь, что это могут быть за близнецы? Что угодно. Пару монументов или гор, или ручьев. Полагаю, увидим, поймем. Да. Пришел, увидел, понял. Это новая локация, что ли, или как? Кувакьяку. Походу, кстати, да, неизвестная локация. Не знаю, будет ли тут что-то. Это перуанские джунгли, а это уже новая. А сколько процентов, получается, мы тут прошли? Тут указано 69. Почему же так? А, мы здесь, по-моему, еще не были. Здесь, ну, собственно, на... Так, карты мира вообще на 19%. А здесь что? Это деревня Косумели выполнена вообще на 35%. Черт тебя за ногу. Я что, так плохо сыграл? В любом случае, можно вернуться и переиграть. Как бы в этом вообще смысл. Что ж, я думаю, здесь хорошее место, чтобы кончить. Ребята, всем спасибо за просмотр. С вами был Евген. Кончаем здесь. Увидимся в следующей серии. И до скорой встречи. Всем пока.